Новые школьные автобусы сделали сегодня свои первые рейсы. В селе Фронзе автобус возит в школу и детсад детей из пяти ближайших сел. С подробностями Мария Китаева. Ну что, ко второму рейсу за день школьный автобус уже готов. 13.30, 13.40, последние занятия заканчиваются. Кто-то уже стоит, ждет, пока все отправятся по домам. Ждем директора, последних учеников. И что, можно ехать? Дима, откуда ты? Из села Уютного. Это где? Рассказывай, далеко? Ну, километр-полтора идти пешком. Ну, это полчаса занимает. Полчаса занимает пешком? Да. А что, раньше так и ходил пешком? Да. А почему? Ну, автобуса раньше не было. Меня дядя сети возили. Таких, как Дима, в школе еще 120 человек. Чтобы после уроков развести всех по домам, водитель делает несколько ходок. Первыми едут те, кто живет поближе. Десять минут, и автобус вернулся. Теперь он готов к самой большой дистанции, в Новокотовск. Новокотовск, Приозерный Новосовицк, уютный фронт. Такой у меня машут. Утром детский сад и школа. Сейчас в обед школу развожу, и в пять часов вечера развожу детский сад. Дети готовы ехать. Выстроились по парам, держатся за руки. Директор объясняет, как вести себя в новом автобусе. Спокойно. Не вбегаем, не прыгаем. Спокойно заходим. Садимся на свои места. Все на местах. Двери закрываются. Можно ехать. Десятиклассник Костя рассказывает, старый автобус часто ломался. И на уроке Костя случалось, опаздывал. Обычно я в 7 утра стою. В полвосьмого у нас автобус. Чуть-чуть позже полвосьмого. Тут и встаешь, тебе звонят. Автобуса нет. Все. Приходится маршрутку ждать. А маршрутка через полчаса от автобуса. Приходится вот ждать на остановке. Где шумнее всего, так это на передних сиденьях. Второклассницы Ксюша и Камила машут из окна к каждому встречному. Утром, говорят, свой автобус и не узнали сразу. Я сегодня на этом автобусе, бабушка меня провожала. И она смотрит такая, говорит. А что это там шел? Да я смотрю, никого не видно. Потом смотрю, а не спрашиваю. Баба, может... Это там дядя Коля? Она говорит, нет. Он молод. А я думала, дядя Коля покрасил, а это оказывается такой красивый. А, вы думали, это выкрасили старый автобус? Да. Камиле повезло больше всех. Ее автобус прямо к дому подвез. Встречает бабушка. Здравствуйте. Я смотрю, вас прямо к дому подвозят. Как вам новый автобус? Очень хорошо. Дай бог, чтобы он ездил, не то, что старый. В прошлом году мы ее возили. Сами? Сами на машине ездили, встречали ее тоже. Чтобы каждый ребенок вышел на своей остановке и ничего не перепутал, контролирует директор школы Валерий Иванович. Новым автобусом он доволен. Главное, что в автобусе все для детей безопасно. Ступенька не задвинется, которая впереди двери, не тронется. Пожалуйста, здесь ремни, чтобы пристегивались, сиденья оборудованные, чтобы ребенок не упал. Это правильно, потому что это дети. Все школьники добрались домой, а автобус поехал дальше на следующий круг за малышами из детского сада, который тоже один на все ближайшие села. Мария Китаева, Михаил Белый, ТСВ.